В Москве сегодня простятся с Николаем Караченцовым. Церемония пройдет в театре Ленком, где долгие годы служил актер. На счету артиста около сотни ролей в театре и кино. Одна из самых популярных спектаклей «Юнона и Авось» его сыграют сегодня вечером в Ленкоме в память об актере. Сейчас на прямой связи со студией наш корреспондент Варвара Невская. Варвара, приветствую, вам слово. Приветствую. Прощание с Николаем Караченцовым здесь, в Ленкоме, театре, которому актер отдал без малого более 40 лет своей жизни. Началась гражданская панихида и прощание с великим артистом, киноактером, актером театра и невероятно значимой фигурой, пожалуй, для всех, кто хоть раз смотрел кино или ходил на спектакль с ним. Важно отметить, что сейчас улица Малодмитровка, на которой находится Ленком, движение по ней ограничено. Со стороны главного входа выстроилась большая человеческая очередь. Все хотят проститься с любимым актером. Мы смогли пообщаться с людьми, для которых Николай Караченцов, несмотря на то, что они никогда не были лично знакомы, имел огромную роль и какими-то своими ролями в кино, какими-то своими песнями находил какой-то отклик в их сердцах и душах. Давайте послушаем, что говорят эти люди. Любимый артист, очень нравится, очень много играл. Любимые мои фильмы, это, например, «Собака на сене», а как он исполнял «Юнона» и «Авось». Это же вообще больше... Он не то, что он незабываемый, он просто неповторимый. У него какая-то энергетика такая была, что хотелось смотреть. Прям вот приковывал. Начиная с стиля, я уже восприняла, как артиста, который просто одержим в своей профессии, живет в ней и только ею дышит. Я выросла на его фильмах и песнях. Для меня это тяжелая потеря. Мы будем всегда его помнить. Очень жалко, что уходят такие люди. Но самое главное, что мы счастливы от того, что они были с нами. Это самое главное. О невероятной энергетике Николая Караченцева складывают настоящие легенды. Одним своим словом, актер мог удерживать внимание огромного зрительного зала. Его любили, ему рукоплескали. Сейчас в зале, где организовано прощание, находятся самые близкие. Это семья, супруга Людмила Поргина, сын Андрей Караченцев и его супруга. Также там находятся сотрудники театра «Ленком», актеры и друзья Николая Караченцева. Среди них и Михаил Швыткой. Он также поделился с нами своими впечатлениями о знакомстве с этим легендарным актером, назвав его смерть безусловной утратой. Давайте послушаем комментарий Михаила Швыткова. Легенда Караченцева продолжала жить, и я думаю, будет жить после того, как он ушел сейчас из жизни. Он был человеком страстным, абсолютно нещадящим своего божьего дара. И не могу сказать, он не растрачивался, нет, он просто жил очень на пределе возможностей. Знаете, как играл на разрыв аорты. Вот аорта разорвалась. Большое горечь. По окончанию панихиды здесь, в Ленкоме, пройдет отпевание в храме на Успенском Вражке. Отпевание будет проводить патриарх московский Сееруси Кирилл. После этого артист будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Студия. Спасибо, Варвара Невская, о том, как сегодня в Москве прощаются с Николаем Караченцевым.